Станки Адемс Станки Адемс Я могу что-то рассказать по технической части Вы занимаетесь уже заточкой достаточно давно Больше 6 лет Поэтому опыта у вас в этом намного больше, чем у меня С чего начнем? Я думаю, мы начнем с вами со станка Адемс GMT2 Это станок новый Вы уже имели опыт работы с этим станком? Да, у меня находится этот станок в мастерской Я провожу обучение наших учеников именно на нем И для меня он выполняет очень большую помощь в плане обучения Станок GMT это, насколько я знаю, расшифровку Grinding Manicure Tools Grinding Medical Tools Соответственно, специализируется он Соответственно, специализируется он у нас на заточке Маникюрного, медицинского инструментов Для тех, кто нас смотрит Я немножко поясню Станок имеет достаточно узкую специализацию Ну, я бы не сказал На самом деле он имеет специализацию расширенную В плане того, что здесь есть станина Которая двигается, соответственно, влево-вправо И вверх-вниз Она предназначена для установки инструмента То есть в данном случае мы видим маникюрные щипчики То есть установлены для формирования передней поверхности То есть, соответственно, вот таким вот образом Делается подвод к кругу Вот И также здесь можно устанавливать на магнитную основу Диски металлические, соответственно Которые наклеены абразивной шкурки То есть смена абразива происходит очень удобно Вот Здесь есть, ну, соответственно Вкл и регулировка скорости То есть, соответственно Это выполняется за счет Частотного преобразователя Владимир, извините А можете пояснить вот с точки зрения практика Нашим участникам вебинара Какие преимущества дает вот это вот направляющее По сравнению, допустим, с какими-то другими приспособлениями Которые используются в станках ADEMS Чем хороша вот эта направляющая С вот этими вот степенями свободы? Она хороша тем, что здесь полное отсутствие люфтов Соответственно, можно делать подвод к кругу Достаточно легко и быстро И, соответственно, здесь можно как делать протяжку Заточку, так и, ну, зафиксировав Можно делать только подведение уже непосредственно к кругу Это первое Второе, здесь есть рычаги Которые отвечают за регулировку поворота Вот, то есть здесь тоже отсутствие люфтов Затянули и, соответственно, выставив необходимый угол Опять же, можно обращать внимание на градусную шкалу Непосредственно держателя Можно делать, ну, скажем так, по-русски на глаз Вот, потому как внутренние поверхности инструмента Не всегда могут соответствовать, ну, как говорится Равенству, да, то есть изгибу Соответственно, в этом огромный плюс Вот, и, естественно, плюс это для начинающих Ну, заточников Потому как, ну, не все, скажем так Вначале могут работать именно подводить руками Да, то есть руки Голова понимает, руки не понимает И для этого большая практика необходима А вот этот держатель, он способствует именно уверенности И, естественно, человек уже может там через определенное время Ну, какое-то, да, то есть там недели-две Он уже может выдавать конечный результат, конечный продукт Возможно, не быстро, но со стопроцентным качеством То есть начинающему мастеру будет удобно с ним работать В том плане, что он будет обеспечивать стабильный результат Стабильные показатели Кстати, прошу обратить внимание Вот сейчас у нас установлены Как пояснил Владимир Щипчики для обработки передней поверхности То есть мы задаем угол И затем плавными движениями короткими Подводим их к кругу В данном случае у нас здесь находится алмазный круг Если мы хотим произвести снятие фаски Я, кстати, покажу это путем замены держателя целиком Но на самом деле это происходит, естественно, путем перестановки самого инструмента То в этом случае устанавливается у нас в положение для проведения этих работ И затем также подводится к кругу Для того, чтобы фаска могла сниматься Единственный момент я бы хотел перебью То есть для того, чтобы правильно располагать Для того, чтобы правильно располагать подвод формирования фаски Здесь существует подвод именно самого станка Относительно вверх-вниз Леонид, покажи, пожалуйста Да, регулятор высоты, который у нас присутствует в станке Работает он очень легко Нужно нажать и можно отрегулировать по высоте Для того, чтобы находилось в нужном месте И подвод осуществлялся в нужную точку круга Если я не ошибаюсь, правильно, чтобы у нас поверхность находилась примерно По оси вращения самого круга И также обращаю ваше внимание, что функционал данного станка Позволяет достаточно быстро и оперативно производить замену Самого шлифовального материала Потому что крепится он на магнитной подложке Если у вас есть набор кругов, вы просто их меняете в соответствии с той Гридностью, которая вам необходима для того, чтобы производить работу Ну и я, наверное, скажу про регулятор частоты вращения Владимир, если можете, поясните, для чего вообще нужно регулировать И нужно ли регулировать частоту вращения на станке Обязательно Ну, скажем так, опять же, для начинающего Человек, не чувствуя прижима Ну, имя ученик, да Не чувствуя прижима, он может осуществлять прижоги металла То есть, соответственно, частота вращения компенсирует отсутствие прижога Это первое Второе, допустим, не все чувствуют в руках уверенность Соответственно, за счет, опять же, регулировки скорости вращения Человек с себя снимает такой психологический стресс, скажем так И, ну, скажем, плюсы, вот именно регулировки, они заключаются в том, что Ну, самая главная задача не прижечь металл То есть, абразивы разные, мелкозернистые, крупнозернистые, да То есть, соответственно, под каждый абразив рано или поздно человек найдет определенные скоростные характеристики То есть, конкретно под себя В общем, если вы опытный заточник Можно работать на больших скоростях Если у вас опыта меньше, то ваш выбор – это станок с частотным преобразователем Или если вы боитесь испортить инструмент какими-то неосторожными движениями Вам необходимо обратиться к частотному преобразователю Ну, от себя еще добавлю, что удобное освещение рабочей зоны Опять же, для начинающих в заточке людей, наверное, не совсем понятно Почему важно обеспечить качественное освещение Здесь можно пятно контакта приблизить, отдалить Пятно контакта можно выгнуть, да То есть, соответственно, видеть какие-то просветы относительно, да А для чего вообще нужно решить просветы заточников? Ну, потому что, допустим, ту же фаску, когда мы формируем Вот у нас как раз вот этот зазор сейчас его видно Вот, иногда для смыкания это необходимо Да, как бы именно фаской мы получаем не только режущую кромку Но и конечное смыкание режущих кромок И вот здесь как раз вот этот вот просвет, он будет вот относительно такого подвода света виден Еще не сказали об одной особенности станка Это по креплению вот этого вот алмазного круга Вот, кстати, у Владимира в руках круг Эльбор прямой профиль То есть, если необходимо его, допустим, поставить именно этот круг То нам достаточно всего лишь навсего открутить гайку И на этом профиксе установить круг То есть, смена абразива происходит в единицу секунды времени То есть, мы можем, скажем так, универсально использовать этот станок Не только по его конечному Или по тому назначению, по которому мы сегодня делаем презентацию Но и, соответственно, мы можем экономить рабочее место То есть, соответственно, использовать конкретный станок При смене именно кругов абразива То есть, мы можем взять как прямой профиль, как электрокорунт, там, вулканит, резолит То есть, любой шлифовальный круг Да, но для этого, естественно, нам нужно просто вот отдельно иметь Ну, количество профиксов Там, два, три, четыре, пять Это уже вот Для тех, кто не знаком, поясню Профикс – это система крепления шлифовальных кругов Которая запатентована компанией ADEMS Которая является разработкой этой компании Она позволяет производить смену шлифовальных кругов быстро Без потери точности посадки шлифовального круга Самое главное – отсутствует биение Торцевое биение на шлифовальном круге При его смене и при установке другого шлифовального круга Если у вас появились какие-то вопросы, связанные со станком GMT-2 Вы задавайте их, пожалуйста, в чате Я с удовольствием И Владимир, думаю, мне в этом поможет Мы ответим на все ваши вопросы Не стесняйтесь, спрашивайте У нас будет отдельное время для того, чтобы ответить на ваши вопросы Кстати, еще до начала вебинара поступило предложение О том, что неплохо бы тем, кто в вебинаре участвует, познакомиться Поэтому, если у вас будет возможность и желание Отправляйте прямо в чат свои телефоны, координаты Возможно, вы с кем-то сможете созвониться Узнать друг друга немножко получше Пообщаться Так, а мы переходим к следующему станку Это станок ADEMS Manicure Внешне он похож на станок GMT-2 Но функционал у них, несмотря на то, что предназначены они для выполнения похожих вещей Немножко отличается Станок ADEMS Manicure, ну как, собственно, следует из его названия Он тоже предназначен для заточки маникюрного инструмента Можно затачивать медицинский инструмент Опять же, задам вопрос Владимиру как практику В чем такое глобальное отличие? Чем эти два станка вот так принципиально могут Чем они так принципиально отличаются друг от друга? Они отличаются тем, что здесь держатель Он имеет исключительно прямолинейное направление подвода инструмента То есть вверх-вниз, лево-право Здесь появляется плавающий элемент подвода инструмента То есть мы можем отрегулировать, например, подвод угла Но вот этот вот момент именно касания носик-пятка Если мы говорим про щипчики То есть, соответственно, здесь уже нужно будет регулировать вот этот вот прижим Для кого-то это будет намного удобнее Кому-то это понравится гораздо, скажем так, лучше Ну, здесь уже право выбора, конечно, стоит за потребителем, за учеником За покупателем Но что еще здесь можно сказать? То есть здесь можно перекидывать вот эти вот держатели И, соответственно, таким же образом затачивать только вот на этой стороне Вот именно здесь, да, можно затачивать по передней поверхности Маникюрные ножницы То есть здесь удобство именно вот в этом Еще, опять же, возьму тот же самый ProFix, который мы уже показывали То есть здесь при смене, допустим, абразивных кругов Мы можем затачивать, имея вот этот держатель в комплекте Не только маникюрные ножницы, но и бытовые Да, потому что мы здесь можем менять направление углов подвода То есть по передней поверхности И, соответственно, быстренько заменив абразив Мы можем делать заточку именно тоже бытовых ножниц То есть как бы компания ADEMS в данном случае подумала о учениках Да, о заточниках Вот, то есть то, что человек может приобрести конкретный станок И, опять же, экономия места в своей мастерской То есть вам можно приобрести один вот этот станок Или эти два станка, да Но имеется в виду, что вы можете очень быстро менять абразив Только поставив полочки И накидав туда абразивные круги Можно ли сказать, что станок ADEMS Manicure Более универсальный, чем станок ADEMS GMT-2? Я бы не сказал Ну, как бы параллельно между ними проводить Они уникальны в своем, как бы, ну, в своем сегменте То есть это, скорее всего, больше подойдет уже для имеющих опыт работы заточников Соответственно, GMT-2, он может подойти больше для начинающих А, кстати, обращаю ваше внимание, опять же, на то, что шлифовальный материал, который у нас здесь есть Он также крепится на магнитную основу И, опять же, очень легко его можно заменять на тот материал, который вам необходим И с которым вы будете работать Что еще можно показать? Обращаю ваше внимание на то, что вот эта вот замечательная рукоятка, гайка Она предназначена для регулировки по высоте Опять же, Владимир, думаю, не... Не думаю, Владимир поможет Смысл заключается в том, что для некоторого инструмента необходим подвод, опять же, к кругу То есть где-то он должен быть именно по центру окружности Где-то он должен быть ниже, либо выше Ну, точнее, выше нет, но ниже окружности Соответственно, вот эта вот гаечка, она удобна Ну, то есть именно способствует удобству То есть подъема манипулятора и его занижению, соответственно То есть здесь разбег достаточно большой Поэтому, если необходимы регулировки То есть, ну, как бы, мастера могут это выполнить Да, ну, и опять же, обращаю Ваше внимание на то, что, как и на всех станках ADEMS Присутствует частотный преобразователь Который позволяет регулировать частоту вращения заточных кругов Для, опять же, обеспечения качества производимых работ Для того, чтобы избежать поджога металла Для того, чтобы избежать прижога металла Для того, чтобы чувствовать уверенность при заточке Выполнять работы быстро, качественно, удобно Ну, и манипулятор, как уже Владимир сказал Дает возможность производить заточку на этом станке Не только маникюрного инструмента А, в принципе, ну, наверное, любого инструмента Но в разумных, конечно же, пределах И имеющего определенные габаритные размеры Не превышающие размеры самого станка Если, опять же, у Вас появились какие-то вопросы Которые касаются станка ADEMS маникюр Вы можете задавать эти вопросы Уже я вижу, что появились в эфире Вот, например, Петр задает вопрос Владимиру Какой сами станок предпочитаете? Станок маникюр, ADEMS маникюр или станок GMT-2? Ну, наверное, я думаю, должен последовать еще вопрос Какой самый вообще любимый станок из линейки ADEMS? Ну, давайте попробуем про эти два Какой станок более вам симпатичен? Я, ну, может быть, отвечу таким образом У меня в мастерской их два Ну, точнее, они оба у меня предоставлены И, соответственно, есть операции, которые мне нужны Больше именно линейные То есть, если мы берем щипчики И нам нужно выполнить зашлифовку по фаскам Соответственно, мне нужно установить максимально точно эти щипчики Соответственно, я использую именно GMT-2 Если мне необходимо сделать вышлифовку, допустим Тех же самых щечек, да То есть, ну, то есть, толщины фаски по щечкам Я использую, соответственно, маникюры Ну, то есть, мне это здесь удобно И, в принципе, я это и здесь могу делать Вот, но здесь у станка, у этого, то есть, предназначен Ну, так скажем так, плавающий элемент Да, то есть, у, допустим, GMT-2 Здесь, к сожалению, опять же, ну, как бы Не к сожалению, а к счастью, допустим, да То есть, здесь идет фиксация То есть, здесь, да, если мы чуть-чуть барашек, ну, отпускаем То есть, соответственно, мы можем делать какие-то поворотные движения То есть, соответственно, эти оба станка, они многогранны Да, то есть, что я еще, допустим, вот здесь Мне удобно было затачивать ножи для верлока Да, потому что я их здесь зафиксировал в держатель Вот И, опять же, выставив необходимый мне угол Ну, подвод, соответственно, да, к кругу То есть, я заточил именно ножи для верлока Здесь, наверное, я бы это сделать не смог Потому что здесь идет плавающий момент А мне нужно было четко получить вот именно фиксированный угол Вот Поэтому, ну, скажем так От количества поступаемого инструмента Соответственно, идет выбор от одного Либо к другому станку Ну, если мы берем, проводим такую жесткую параллель Там конкретно щипчики Или конкретно ножницы То здесь я затачиваю только Ну, щипчики в большинстве То есть, мне нравится это делать, да А, допустим, маникюрные ножницы Мне здесь нравится делать за счет того, что Здесь есть плавающий элемент Поэтому я могу сказать Петру, что Если вы понимаете Какой инструмент и с каким инструментом Вы будете в будущем работать То в соответствии с этим Вы выбираете тот станок Который будет вам нужен И который будет вам необходим Если вы собираетесь специализироваться На маникюрном инструменте Я хочу добавить Петру в ответ То есть, если вы, например, планируете работать Только с щипчиками Петр, почему? Вот Только с щипчиками То прекрасно подойдет этот станок Если вы Потому что Здесь Да, здесь Ну, к сожалению Давайте будем Быть будем честными Да Некоторые операции невозможны За счет того, что здесь идет фиксация держателя Именно в заточке маникюрных ножниц А на этом станке Мы маникюрные ножницы Можем затачивать более качественно Либо, скажем так, более умело Именно удобством Да, то есть, вот этого станка Потому что здесь идет плавающий элемент В чем это будет удобство? В том, что здесь Именно у каждых маникюрных ножниц У них Вот здесь Ну, режущая кромка Ну, по отношению Точнее, полотно Да Режущая кромка Она имеет определенную дугу То есть, здесь Если мы делаем подвод Оно идет только по прямой Соответственно, мы можем это держать Только руками А здесь мы, соответственно Установив его в держатель Мы уже можем Соответственно Повторять эту дугу Относительно Заточки Маникюрных ножниц Поэтому здесь, Петр Выбор, конечно Будет за вами С одной стороны С другой стороны Если вы Сомневаетесь В приобретении Того или иного станка Вы В компании Адемс С моей помощью С помощью компании Адемс Вы можете пройти обучение И, соответственно Выбрать уже конкретно На каком станке Вам больше всего понравилось Потому что все-таки Как в подборе автомобиля Пока вы не сели в кресло Не взялись за руль Вы не можете определиться Только по цвету Или только по мощности мотора Как бы здесь Пока не потрогали Ну, к сожалению Как показывает практика Опять же Такое замечание От пользователя Что, по сути Разные операции Происходят Нет, операции происходят Не разные Происходят операции Заточки Просто у каждого станка Есть небольшая специфика Ну, я думаю Останавливаться уже не будем Достаточно подробно поговорили И для того Чтобы принять решение О том С каким станком Работать дальше Вам нужно просто Попробовать поработать На каждом из них Так, а мы движемся дальше Потому что линейка У нас Станков достаточно большая И мы переходим К следующему станку Это К станку Адемс Фуллдрайв Это такой Не боюсь этого слова Универсальный станок На языке Вот у меня вертелось На котором Можно, наверное, делать Ну Все Ну или почти все Станок специализируется У нас на Заточке Парикмахерского инструмента Здесь вот как раз Представлены Образцы Тех инструментов Которые можно Затачивать Это Парикмахерские ножницы Прямые Конвексные Филировочные Даже Не знаю Что еще Можно Будет Затачивать Можно Затачивать Ножи Для Стрегальных Машинок Особенностью Этого станка Является То, что У него Привод Расположен В горизонтальной Плоскости Пластина На которую Крепится Шлифовальный Материал Она Имеет Магнитное Крепление Крепится На Магнитную Подложку Достаточно Удобно Быстро Опять же Происходит У нас Замена Шлифовального Материала Ну и Соответственно Опять же Вопрос К Владимиру Как К практику Я бы хотел Продемонстрировать Один из элементов Маникюра Просто мы Откатимся Чуть-чуть назад Мы просто забыли Про этот момент Просто у нас был Подготовлен Алмазный карандаш Я просто Показываю Не на конкретном Этом круге А вообще Как можно То есть Мы устанавливаем Алмазный карандаш И соответственно Можно выравнивать Те же самые Электрокорунды Круги Вулканиты Которые вы сюда Можете легко Установить То есть По передней Поверхности И в принципе Также мы можем Делать и Торцевое Выравнивание То есть Здесь нам Придется вот так Вот То есть Вот оно Делать Торцевое Выравнивание Это тоже Одно из Удобств Этого Станка И соответственно Удобств Этого Держателя Опять же В отсутствии Люфтов Мы можем Ну почистить Допустим Слой Выработку Да Которая Забивается Периодически Если мы Используем Торцевое Торец Сторону Круга Либо Соответственно Мы также Чистим Именно Переднюю Периферия Круга То есть Вот Мы Подвели И тоже Ее Зачислили То есть Это Одно Из Удобств Данного Станка Соответственно Владимир Предположу Если мы Закрепили Шлифовальный Круг На Профиксе Здесь Мы его Можем Поправить И потом Этот круг Использовать На Любом Другом Обратите Внимание На то Как С помощью Инструментария Который Предоставляет Компания Адемс Вы можете Сделать Свою Работу Быстрее Проще Легче Удобнее Так Тогда Возвращаемся К станку Адемс Фуллдрайв У нас Сейчас В Вот Этом Устройстве Которое Называется Манипулятор Закреплены Парикмахерские Ножницы Полотно Парикмахерских Ножниц То есть В чем Его Удобство Коль Вы Мне Леонид Задали Вопрос Я Поясню Здесь Можно Легко При помощи Расфиксации Барашка Мы можем Устанавливать Необходимые Градусы Какие градусы Это уже Заточник Выбирает Сам 40, 50, 30 Градусов Но смысл в том Что при установке Непосредственно Конкретного Градуса Который нам Необходим Мы фиксируем И соответственно Вот в этом положении Будет Соответствовать Тот Выбранный угол Который Необходим Для заточки Ну соответственно Парикмахерских Ножниц А соответственно Окулятор обеспечивает Жесткую И здесь Нет К сожалению Он не обеспечивает Жесткую Основу То есть Если нам нужно Сделать Классический угол Заточки Парикмахерских Ножниц То нам Необходимо Держать Вот таким Вот образом Сам держатель То есть Если нам Нужно Сделать Угол Заточки Конвекс То есть Это Именно Такой Сферический Линзообразный Угол То есть Соответственно Для этого У нас Есть Свободное Падение Манипулятора То есть При помощи Него Мы Начиная Относительно Верхней части Наличника Делаем Подвод К режущей Кромки Соответственно За счет Этого Мы Формируем Сферическую Заточку То есть Вот в этом Его Удобство А вообще Положение Манипулятора В свободном Скажем так Падении То есть Человек Может Опять же Отрегулировать Его На необходимое Положение Подвода То есть Самого Круга И дальше Уже Производить Заточку То есть Моя рекомендация Естественно Если мы Говорим Про Прикмахерские Ножницы Вот Моя рекомендация В том Что Моя рекомендация Сейчас Секунду Сейчас Ну поставлю Вот угол Там допустим 45 градусов Да Во-первых Мы взяли Ножницы Там Правой рукой Установили Левой рукой Задержались И Вращение Всегда Должно быть Отрежущей Кромки Позвольте Я включу Станок Чтобы Продемонстрировать Отрежущей Отрежущей Кромки Обращаю Кстати Внимание Станок Оснащен Реверсом Поэтому Вы можете Отрегулировать Выбрать Направление В соответствии С тем Как работа Производится То есть Да Это удобно Можно Также Опять же За счет Частотного Преобразователя Регулировать Обороты Но Единственный Момент Который Я все-таки Хотел Закончить Свою фразу От режущей Кромки Почему Так Здесь Наклеена Шкурка Если Будет Вращение На Режущую Кромку То есть Возможность Зацепить Саму Шкурку То есть Либо Повредить Инструмент Либо Повредить Материал Расходный Материал Ну Опять же Это Затратно То есть Это вопрос Безопасности Вопрос Экономии Ресурсов Опять же Задавали Неоднократно Вопрос Можно ли Производить Заточку Ножниц Маникюрных На данном Станке Можно ли Производить Заточку Щипчиков На станке Допустим Маникюрные Маникюрные Ножницы Я наверное Все таки Отдам Больше Предпочтение Заточки На GMT2 Либо На Маникюр Так как Все таки У них Идут Вертикальные Поверхности Абразива Там где Идет Горизонтальная Все таки Но здесь Можно отдать Предпочтение Именно Заточке Щипчиков Ну Если мы Говорим Про Универсальность Станка То есть Я вот таким Образум Сейчас Уберу Манипулятор То есть Если мы Допустим Захотели Заточить Щипчики То Нам необходимо Открутить Здесь Волт Винт Да Винт То есть Его убрать Соответственно Мы устанавливаем Вот таким Вот образом Сюда Чашку Либо Тарелку То есть Ну Какой-то Абразив Допустим Алмазный И Беря Допустим Опять же Те же Самые Там Щипчики Да Мы можем Затачивать Именно По передней Поверхности То есть Заточка Там допустим В одну сторону Идет вращение Потом Мы перекидываем Переднюю поверхность Затачиваем Ну соответственно В другую сторону Вращение Да В дальнейшем Мы допустим Перекидываем Опять Устанавливаем Тот же самый Ту же самую Шкурку Да То есть Тот же самый Магнитный Держатель И Здесь Мы уже Можем Работать Соответственно С формированием Фаски Но Здесь К сожалению В отсутствии Держателя Да Манипулятора То есть Это придется Уже Делать Фиксацию Непосредственно Самих Самих Щипчиков Эту ручную Вот Но Универсальность Как бы Этого станка Она Все-таки Присутствует Вот То есть Соответственно Я еще раз Ну как бы Напомню Напомню О том Что мы можем На этом станке Профессионально Затачивать Парикмахерские Ножницы С любым С любым углом Да Я имею ввиду Классическая Заточка угла Либо Конвикс Да И соответственно Мы можем Также затачивать Филировочные Ножницы Но Здесь В основном У Гребенки Как правило Мы затачиваем То есть Формируем Переднюю Поверхность Да Но В основном Идет заточка Сплошного Полотна Вот Но тем не менее И те И те ножницы То есть Соответственно Мы можем Здесь Затачивать И есть У нас еще Для манипулятора Который используется На Atems Full Drive Вот такое Приспособление То есть Мы Для удобства Просто Пред Показываем Его На Снятом Со станка Манипуляторе Предназначено Оно для Заточки Щипчиков Да Маникюрных Я просто Сейчас Быстренько Монтаж Здесь Шестигранник Откручивается Снимается Вот эта Голова Устанавливается На это место Вот это Крепление Держателя И Опять же Легко Барашка Открутили Установили Щипчики То есть Мы здесь Их можем Затачивать Именно К примеру Относительно Того же Того же Алмазного Круга То есть Выставив Необходимый Угол Необходимый Да Угол Допустим Да То есть Мы Вот здесь Вот Мы Можем Затащить Опять же Ту же Переднюю Поверхность Это В разомкнутом Виде И Соответственно Если Они У нас Будут В сомкнутом Виде Мы Можем Также Затачивать Фаски Да Но Единственный Момент Подвод Будет Только Ну Скажем Так По оси То есть Центра Окружности По горизонтальной Плоскости Да Плоскости Горизонта Ну Это Уже Мы Рассматриваем Такие Универсальные Моменты Этого Станка То есть Соответственно Как бы Это Все Можно Здесь Делать Но Будут Определенные Удобства Неудобства Вначале То есть Если Мы Рассматриваем Более Качественно То Это GMT Или Маникюр То есть Если У нас Более Универсальный Станок То Мы Это Можем Делать Здесь И Можно Ли На Этом Станке Заточить Ножи Для Машинки Для Стрижки Нет Нет Если Мы Будем Использовать Допустим Шкурку Ну К примеру Человек Захотел Скажем Так Заточить То Здесь Будет Плоскость Мы Как правило Используем Для Заточки Ножей Для Машинок То есть Мы Используем Коническую Планшайбу То есть Это Естественно У нас Станок Предназначен Фронтплейт Фронтплейт Ну Сейчас Мы Станку Фронтплейт Вернемся Да Замечание Что ножницы Необходимо Разбирать Абсолютно Верно Поэтому Мы Собственно Говоря И показываем Вам Заточку Ножницы На Полотне То есть Ножницы Разбираются Соответственно На полотна И Каждое полотно Затачивается Отдельно Да Ножницы Не затачиваются Это мы вам Только презентационно Просто Я показывал Что можно делать На этом станке Так Либо так То есть Кто-то Может И Установить Ножницы В держатель Не разбирая То есть Можно же Отогнуть Полотно И совершить Заточку Но допустим Для меня Удобно Когда Ножницы В разобранном Состоянии То есть Соответственно Я Уверен В том Что я Не Не произведу Повреждения Болтающегося Полотна Да Совершенно верно Поэтому Замечание Ваше Абсолютно Справедливо И Возражений Я думаю Тут Ни у кого Не возникнет Ну что Покажем Следующий Станок Который Продолжая Тему Работы С парикмахерским Инструментом Это Станок Адемс Фронтплейт В чем Особенность Данного Станка Она Наверное В том Что Здесь мы Видим Уже Некий Другой Принцип Принцип Обработки Поверхности Это Уже Здесь Установлена Планшайба То есть Не совсем Привычный Нам Круг С абразивным Инструментом А нечто А нечто Другое Ну что Попробуем Объяснить Как он Работает А попробуем Рассказать О нем Что он Из себя Представляет Для чего Здесь Именно Вот такая Огромная Планшайба Почему На ней Нанесены Риски Что это За станок Для чего Он вообще Нужен Такой Вот большой Ну опять же Леонид Наверное Хочет Обратиться Ко мне К практику Естественно Потому что Как теоретик Я понимаю Для чего Это нужно Но Поскольку Я профессионально Заточкой Не занимаюсь И с Очень большим Количеством Вещей Которые Приходится Затачивать Практикующему Не сталкиваюсь Я объясню Следующий момент То есть Преимущество Конкретного Станка Во-первых Мощность Движка Которая Позволяет Прокрутить Десятикилограммовую Планшайбу Она сделана Из дюраля Алюминия Соответственно На ней Нанесены Нанесена Спираль Ну точнее Насечки В виде Спирали Мы сюда Добавляем Масло Для шлиф Станков Для шлиф Порошков Извиняюсь Вот И соответственно Засыпаем сюда Уже Либо оксид Алюминия Либо карбид Кремния Да То есть Кто на чем Соответственно Работает То есть В этом удобстве Мы можем выбирать Опять же Фракции Порошков Это Ну Как один Из моментов Работы Потом Эта планшайба С одной стороны Имеет Коническую Поверхность Да То есть С другой стороны Плоскость Вот И мы здесь Можем затачивать Опять же Как на плоскости Промышленные Мясорубки Да Причем Вот данные Данная мясорубка Точнее Данная решетка Она где-то Порядка Восьмидесяти пяти Ну ближе К девяносто Миллиметрам И за счет Того Что здесь Триста пятьдесят Миллиметров Идет диаметр Планшайбы Она здесь Умещается И мы ее В принципе Даже можем Вводить Еще от Середины К краю Вот То есть Что нам позволяет Экономить Соответственно Время И экономить Порошок Ну за счет Того Что у нас Есть возможность Ну протяжки От центра к краю То есть Соответственно У нас порошок Не будет так Быстро слетать С самой планшайбы Это один момент И второй момент То есть Мы здесь Можем Затачивать Как раз Те самые Ножевые блоки В данном случае Здесь представлен Ножевой блок Для Грумера Да Потому как Ну это Профессиональные машинки В данном случае Это у нас Макс 45 Мозор Вот Соответственно Ножи Имеют Ну Один из ножей Это идет Фиксированный Другой Соответственно Плавающий То есть Мы их Здесь Естественно Можем Затащить Но опять же На конической Стороне Планшайбы Для этого Обязательно Мы используем Магнит Который идет В комплектации Со станком Вот То есть Чтобы нам Можно было Легко Как опустить Нож Да То есть Так Соответственно Его и поднять Владимир А у меня Тогда такой вопрос А почему Нужен конус Для заточки Ножей Для Стрегальных Машин Почему Нельзя Делать Это На Плоскости Плоскость Нам Не даст При таком Вращении Мы здесь Имеем Опять же Частотный Преобразователь Да Который Может нам Позволить Регулировать Обороты Да И При такой Скорости Даже там При минимальной Скорости Оборотов К сожалению На плоскости Мы Не сможем Поймать Необходимую Нам Как это Скажу Плоскость Которая Будет Потом Соответствовать Прижиму Именно Двух Ножей То есть Чтобы Перекосить В момент Да Все правильно То есть В момент Прижима Мы используем Кто-то Использует Два Пальца Кто-то Всю Кисть Одной Руки Или кто-то Допустим Делает Регулировку Прижима При помощи Двух Рук Но У нас Может Повести Либо в эту Сторону Либо в эту Сторону Не ту Которая Необходима Для Соприкосновения Именно Двух Ножей Потому Как Их Здесь Работает Два Да Пара И Они Естественно Должны Соответствовать Максимальному Прижиму В своих Ну То есть Прижиму В поверхности Вот То есть Что нам Дает Конус Конус Нам Дает Возможность Ручной Заточки Возможность Ручной Заточки Именно Он нам Даст Всегда Ту Правильную Поверхность То есть Конус Немножко Выбирает В виде Вот такой Вот Скажем Так Вот так В виде Внутренней Линзы То есть Вот так Вот он Выбирает Чуть Да Если Вдаваться Скажем Так В подробности Уже Непосредственно С самой Заточки И Располагая Там Пальцы Правой Руки Добавляя Пальцы Левой Руки Соответственно Мы Всегда Получим Одну И ту же Ну то есть Точнее Правильную Необходимую Нам Поверхность Когда мы Заточим Один нож И когда мы Заточим Второй нож В соприкосновении Они будут Ну скажем так Зубья Относительно Друг друга Видеть Да То есть Именно Соприкасаться Вот То есть У нас Будет Идеальное Прилегание Обоих блоков Друг к другу Да Так как Здесь Я еще Скажу Такой Технический Момент Здесь Планшайба Сделана Под углом 0,25 Градуса Да То есть Это идет В техническом Описании К данному Станку Соответственно Человеческим Глазом Это невозможно Вот этот вот Конус Да Увидеть Мы его можем Только лишь После заточки Да То есть Как бы На Бликующие Поверхности Мы можем Увидеть Вот эту Вогнутую Линзу Которая У нас Получается При заточке Поэтому Здесь Идет Минимальный Минимальный Вот Это Вогнутая Линза И соответственно Ну Как бы Там Возможно Люди Зададут Вопрос Я могу Предполагать То есть Если мы Затачиваем На конусе Где же Тогда будет Плоскость Соприкосновения Она возникнет В момент Когда мы Соберем Ножи Они Поработают Ну Какое-то Время Да Там День Может быть Два Вот И соответственно Да Они притираются В необходимой Им плоскости И соответственно Они начинают Очень хорошо Работать Понятно Вот как раз Сейчас Сделаю Небольшую Ремарку У нас В чате Задает вопрос Что Обучение Проводится За деньги И что То информация Которую Зачастую Дает Обучающее Видео Недостаточно Дорогие Друзья Поймите правильно Процесс Обучения Заточки Это процесс Очень сложный Это процесс Длительный Обучить За Обучить Видео Как точить И как Затачивать Инструмент Ну Очень сложно Поэтому Если вы Приезжаете На обучение Вы Не просто Узнаете Все это В теории Когда вам Кто-то Рассказывает Вы имеете Возможность Почувствовать И пощупать Это Своими Руками Мы Относительно Видео Я могу Добавить Да Конечно Смотрите Когда вам Предлагается Видео Оно С точки зрения Обучения Имеет Технический Характер Работы На данном Станке То есть Там вам Показывают Как нанести Если мы Говорим про Фронт плейт Порошок Как использовать Магнит Как использовать Частотный Преобразователь Там даже Показано Как располагать Правильно Ножи При заточке То есть Каким образом Должен соответствовать Скажем так Точнее Должен соответствовать Порошок Нанесенный На планшайбу И Без этого Видео Скажем так Как Слепые котята То есть Вы получили Станок Но вы не знаете С какой стороны К нему подойти Вы можете Только опять же Включить Прогреть И Выключить А в этом Видео Естественно Вы получаете Информацию Как на нем Работать Как его Подготовить К работе И как на нем Заточить То есть Понятно Что Здесь Исключены Тактильные Ощущения Это уже Конечно Можно Совершить При На обучении Да То есть Так же Там дается Теория Практика И Здесь Конечно Вы Естественно Получаете Больше Опыт В работе Заточника Но По крайней мере Это видео Вам дает Право На то Чтобы вы Некоторые Ну назовем Глупые вопросы Не задавали Там менеджеру По продажам Или же Собственно Сами себе Или не Рыскали по Ютубам Да Потому как В Ютубах Не всегда В Ютубе Не всегда Информация Соответствует Действительности То есть Как правило Люди Показывают До И Показывают После А что Они делали Во время Чтобы получить Вот этот Конечный Результат Никто Вам этого Не покажет Видео Это Есть Все Поэтапно По пунктам Как взять Порошок Масло Щеточку Как Использовать Тот же Магнит То есть Вы Это Именно Видите И Вы Уже Можете Стартануть С Ну и Мы Все равно Стараемся Вам Утолить Ваш Информационный Голод Стараемся Рассказывать О работе Стараемся Рассказывать О нюансах Поэтому Следите За нашими Вебинарами Приходите К нам На канал Смотрите Наше Видео Я думаю Что Вы Таким Образом Наберетесь Опыта Намного Больше Чем Набьете Его На своих Шишках И Берете Где-то Его На стороне Будем Стараться Вам В этом Всячески Потворствовать И будем Вам Всячески В этом Помогать Если У вас Остались Вопросы Или вы Хотели Что-то Спросить Про Станок Frontplate Не стесняйтесь Задавайте Движемся Дальше Переходим К Станку Не менее Интересному И не менее Полезному Полезному Универсальному И Замечательному Это Станок ADEMS PRO Достаточно Небольшой Такой Компактный Станок Напоминает Обычное Точило Которое Мы Часто Видим В Слесарных Мастерских Но Даже Невооруженным Глазом Заметно Что от Точила Он очень Сильно Отличается Я Я Опять Вставлю Своё Веское Слово Вы Видите Здесь То Самое Точило Но Оно Установлено На Плиту На этой Плите Есть Штырь Установочный Для Манипулятора Есть Держатель Где Можно Установить Ножницы И Соответственно Выбрать Необходимый Угол Заточки То есть Здесь Есть Шкала То есть Вот Она Здесь Показана Начиная От 90 И Соответственно Опускаем До Необходимого Угла То есть Выбрали Зафиксировали Вот эту Площадочку На Шкале И Соответственно Ее Затянули Вот То есть Основная Задача Вот Комплектации Этого Станка Помимо Того Что Здесь Стоит Тачила То есть Именно Держатель И Манипулятор То есть Когда Мы Осуществляем Заточку Ножниц Допустим В данном Случа Зигзаг Либо Обычных Скажем Так Партнерных Ножниц То есть Мы Исключаем Возможность Обжечься При Момент Установ То есть В момент Фиксации Ножниц То есть Если Мы Это будем Делать Вручную Есть Вариант Что Во-первых Мы Не Выдержим Угол Это Раз И Второе Мы Можем Просто Обжечь Пальцы Рук У нас Просто Выпадет Сам Инструмент То есть Здесь Как раз Этот Станок Для этого И Предназначен Могу Поделиться Своим Опытом Когда Я Скажем Так Попробовал Заточить Инструмент И При Неудачном Подведении Инструмента К кругу Мне Этот Самый Инструмент Вырвало Из рук И он Достаточно Больно Пролетел Мне В Череп Я думаю С этим Тоже Приходится Страшная история На самом деле Леонид У вас Да Опыт Это был Один из Первых Опытов Вообще Работы С Инструментом Я думаю Кто-то Исключительно Техника Безопасности Кстати По поводу Техники Безопасности Мы На Обучении И В видео В коротком Обозревательном Всегда Делаем Акцент Именно На Технику Безопасности То есть Первое Что вам Необходимо Это Очки Второе Вам Необходим Распиратор Потому что Не всегда Есть возможность Установить Не всегда Есть возможность Установить Вытяжки То есть Соответственно Можно поставить Ванночку Какую-то С водой Но Это Именно Техника Безопасности Ваших Дыхательных Путей Очки Это Глаза И Соответственно Я как Мастер Объясняю Как правильно Закрепить Например Если это Ножницы Значит Их нужно Делать Окрепление То есть Закреплять Ближе К носику Да То есть Чтобы У нас В момент Заточки И подвода К непосредственно Самому Проведение Ножниц По Абразивному Кругу То есть Отсутствовала Вибрация Именно Наносить Но Это Именно Такие Технические Нюансы Но Имеется Ввиду Что Мы Стараемся Всегда Чтобы Не Получился Такой Горький Опыт Как У Леонида То есть Избежать Моментов Повреждений Вас Как Мастера Либо Инструменты Как Такового Я Немножко Забегу Вперед Здесь Помимо Бытовых Партняжных Например Ножниц И ножниц Зигзаг Можно Затачивать Также Керамические Ножи Но Что Здесь Необходимо Для этого Нам Опять же Необходим Тот же Самый Профикс Про который У нас Сегодня Уже Была Речь Профикс По Системе Посадочного Места Для Адемс Про Для GMT Они Соответствуют Именно Тем Посадочным Местам Так Вот Этот Профикс Мы Также Можем Установить Сняв Круг Абразивный Круг Мы Снимаем На Профиксе Мы Устанавливаем Эльборовый Круг Алмаз Эльбор Для того Чтобы нам Затачивать Керамический Нож Для того Чтобы нам Затачивать Керамический Нож Нам Нужно Эльбор Либо Алмаз Соответственно Установили Сейчас Быстренько Не Поленюсь Установили Выдержали, ну точнее установили сам нож И вот таким вот образом, то есть опустили максимально вниз Выставили правильно держатель И вот таким образом, ну уже правда на алмазе То есть ну вот так вот сейчас камеру покажет То есть на алмазе уже при вращении мы затащим керамические ножи Это удобно, это, ну скажем так, это правильно И естественно, чем удобна заточка керамических ножей В том плане, что при съеме материала здесь не образовывается, как правило, заусенец То есть если там на металлических поверхностях образуются заусенец И нам надо каким-то образом это все устранять Здесь мы это не делаем Просто происходит заточка, подбираем необходимое зерно Эльбора Опять же менеджеры компании Адемс, либо я там Ну естественно мы ученику, либо клиенту, да, мы это все объясняем Какой подобрать правильный Эльбор То есть чтобы при возможности конкретного зерна То есть именно затачивать керамические ножи Чтобы сразу у нас была чистая, готовая режущая кромка для работы То есть еще раз подчеркну, мы готовы делиться секретами Мы не делаем никаких тайн от наших клиентов, партнеров Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы их можете задать И ответы на эти вопросы вы обязательно получите И получите вы их квалифицированно Еще такой Леонид момент, тоже его нужно оговорить То есть когда мы установили, допустим, те же самые ножницы И совершили заточку по передней поверхности То есть, например, нам необходимо сделать полировку передней поверхности Мы, соответственно, переворачиваем на 180, ну то есть как бы зеркально И уже с правой стороны у нас есть вулканитовый круг Соответственно, предпродажная здесь настройка сделана То есть там отрегулированы торцы, передняя поверхность круга Так называемая периферия, да И мы уже делаем именно полировку, да, по передней поверхности То есть здесь мы режущую кромку убираем вниз Ну, относительно вращения, да, так как оно здесь идет против часовой И не повреждая ее, попадая в то же пятно контакта Потому что это уже здесь, ну, скажем так, настроено Тоже отрегулировано конструкторами, да, то есть все это исполнено Вот, мы, соответственно, делаем полировку Ну и обращаю внимание тех, кто смотрит наш вебинар Что, опять же, возможности манипулятора Они позволяют проводить всю работу В первую очередь добиваясь точной настройки И добиваясь стабильного, постоянного результата Можно все это делать руками, но руками это Можно обжечься от инструмента Нужно учиться в первую очередь, я думаю Чтобы инструмент в руках не пулял На самом деле, Леонид, это удобно Просто это удобно Это установка необходимого угла Заточка Там воду опустили Либо не прижимали так сильно То есть без прижогов, соответственно, да, это сделали Вот, это просто, это очень удобно То есть сюда мы можем также менять там любые абразивы Но, как правило, идет комплектация для Ну, опять же, мы рекомендуем какую-то узкую специализацию, да Но когда у человека есть там фантазия Он, скажем так, уже приобретает определенный опыт в работе Он может просто там менять абразивы И адаптировать данную конструкцию под какие-то другие задачи То есть, например, я здесь, ну, не знаю У меня здесь в руках этого нету, к сожалению Но здесь можно затачивать те же самые ножи для ледоруба То есть это очень удобно Да, мы, ну, таким же образом там выкрутили, установили, зажали Сделали, ну, то есть угол атаки и заточили Единственный момент, да, мы не получаем прямой спуск угла, да То есть у нас идет вогнутая линза Но, тем не менее, как бы для ледоруба там цена вопроса, которому 300 рублей За 100 рублей комплект мы можем заточить По крайней мере мы зарабатываем эти деньги раз И второе, мы даем человеку качественный продукт Он работает, там, крошит этот лед и как бы рыбачит Кстати, вспомнилось ваше видео, которое вы недавно снимали Про заточку ножей для слайсера на станке фонд-драйва Но, тем не менее, я просто напомню На канале YouTube оно... Да, на канале YouTube оно есть Если поищите, сможете найти Владимир придумал, как заточить при помощи станка нож для слайсера Кто не знает, что такое слайсер Да, это инструмент для нарезки тонкими ломтями Там применяются круглые ножи И возникают определенные сложности, связанные с тем, как эти ножи затачивать Вот при помощи станка FullDrive Владимир эту проблему решил Заточил ножи и получилось все очень хорошо И в заключении хотелось бы познакомить вас с еще одним станком Несколькими, ну, целым классом, я бы даже сказал, станков Это станки, которые относятся к классу гриндеров Станки, у которых в качестве рабочего, не побоюсь этого слова, органа выступает абразивная лента Я прав? Материал, не органы Ну, да В качестве абразивного материала это шлифовальная лента Шлифовальная лента Вот пример, например, прошу прощения, уже заговариваюсь Заточной станок, который называется Тесар Предназначенный для заточки стамесок и прочего инструмента Как можно это делать? Благодаря чему можно на этом станке производить заточку стамесок? Отключусь Ножей, конечно Немного перебиваю, да То есть руки чешутся показать Смысл заключается в чем? Здесь, да, необходимо иметь Если мы, допустим, говорим про стамески Они есть трех, ну, в данном случае И вообще в станке есть направляйки у этого станка То есть мы имеем прямую стамеску Мы имеем в виду, мы имеем стамеску диагональную И мы имеем округлую стамеску То есть для того, чтобы затачивать, допустим, обычную прямую стамеску Нам необходим вот этот вот Ну, направляющий фиксатор, да То есть подвода непосредственно самой стамески Здесь откручивается болт Мы выставляем необходимый нам угол Опять же у нас, ну, есть как бы, да Электронный угломер Вот, то есть, пожалуйста, мы его опять же установили Там обнулили и поставили необходимый угол Насколько я помню, 25 градусов Вот, это первый момент Второй момент, мы убираем эту направляющую Допустим, устанавливаем уже скошенную То есть также ее фиксируем Здесь с обратной стороны есть фиксация, да И, соответственно, вот под таким вот Уже подводом непосредственно угла Мы делаем заточку Ну, назовем ее фигурную, да, скошенную стамеску И здесь есть уже вот такая вот округлая стамесочка То есть для нее Чтобы мы выполняли правильную заточку И съем металла То есть здесь уже идет сам держатель Ну, в виде вот треугольничка, да То есть и устанавливая в этот желоб Мы, соответственно, вот такими вот движениями Производим заточку Соответственно, по вспомогательной поверхности Ну, как, вот То есть это вот такие вот моменты Дальше, что мы можем еще делать Мы, допустим, откручиваем вот этот вот барашек Ну, как доп. опция, опять же, да Здесь все это предусмотрено Мы устанавливаем, к примеру Мы устанавливаем вот этот вот Вот эту вот держатель Ура! Как упор Вот, устанавливаем вот эту направляющую И дальше вот у нас представлен зажим Здесь уже у нас установлен нож Опять же мы упираемся В саму вот эту направляющую Делаем подвод И, опять же, за счет угломера Мы, соответственно, выставляем необходимый нам угол То есть нож снимать необходимости нет Мы его просто переворачиваем То есть затачиваем сначала одну поверхность Потом затачиваем вторую поверхность Вот А если нам необходимо что-то заточить вручную Да, то есть, допустим, мы опять же снимая Вот здесь вот откручивая два Мы показывать сейчас не будем Да Я думаю, это Мы просто можем именно сделать Вот, вот таким образом Вот, мы можем сделать именно Установку станины Да, то есть, как бы она Нет, все правильно Вот так показываю Да, да, да Запутался маленько Да Вот Что еще мы с ним То есть, что у нас здесь есть То есть, у нас есть здесь регулировка, опять же, направления вращения ленты Ну, то есть, это как неотъемлемая часть самого гриндера Вот Ну, то есть, вкол-выкол, да Можно также тесар на него делать установку частотника Вот, то есть, чтобы можно было регулировать скорости вращения Вот Ну, а также в серии вот рядом здесь стоит такой замечательный красавец Инмар гриндер медиум Так называемый, да То есть, он идет как Ну, здесь уже Это мечта Скажем так Любого ножевика То есть, здесь очень легко Так же, как и На предыдущем гриндере Идет смена шлифовальных шкурок Здесь есть уже частотный преобразователь Здесь есть аварийный стоп Да, то есть, который Ну, если вдруг происходят какие-то Неполадки Можно им воспользоваться Вот То есть, здесь уже, конечно, стоит более мощный движок И, соответственно, более длинная лента То есть, если там это 910 мм То здесь вот в данном случае 1200 мм Вот Станина здесь, естественно, больше Ну, именно Сама, да, для установки инструмента Ну, вообще, это уже такой Как бы, ну, более промышленный Скажем так, гриндер То есть, таких уже Ну, он более мощный То есть, точить топоры Садовый инструмент И на тесаре это можно делать Да, абсолютно легко Здесь просто вопрос уже, там, мощностей Опять же, тесар, он более компактный Да, не всегда бывает возможность установить это в мастерской Но, опять же, если человек занимается, там, изготовлением ножей Конечно, это уже, это гриндер вот такого объема Да, то есть, если человек занимается непосредственно, там, заточкой стамесок Ножей, топоров, там, подвода каких-то, там, ну, то есть, нужно подвести И, ну, как бы, отсутствие какого-то, да, масштаба места Потому что, если все поставить наши станки в линейку Они, там, ну, достаточно большое количество места, да, занимают Вот, поэтому это удобство, компактность То есть, если все-таки мы говорим о уже таких промышленных масштабах И изготовлении ножей, да, то есть, там, допустим, тех же ручек Подведение, там, профиля и всего остального Ну, это, конечно, увеличено, уже это не дело Вот, есть также вот этот вот тоже станок То есть, компания ADEMS, она занимается не только какими-то стандартными решениями Но и можно также спроектировать какой-то нестандартный вариант гриндера В данном случае он уже идет, вот этот гриндер горизонтальный Вот Замечу, кстати, что не только нестандартный гриндер можно спроектировать Можно спроектировать любой нестандартный станок Который относится к категории заточного оборудования В компании ADEMS эта задача решается И если вам нужно заточное оборудование под специфические задачи То, в принципе, обращайтесь, мы эти задачи решим Вот, кстати, поступил вопрос, который касался станка ADEMS PRO Вопрос про шкалу, которая стирается через какое-то время Да, эта проблема известна, мы эту проблему решаем Решили уже эту проблему После Нового года все станки пойдут с измененной конструкцией держателя И проблемы эта больше возникать не будет Могу передать эту информацию, полученную от начальника производства компании ADEMS Вчера только об этом разговаривали Хорошо, наверное, Максим этот вопрос задал Как насчет изогнутых ножниц Как насчет маникюрных ножниц с изогнутыми концами Как их затачивать, на каком станке удобнее Ну, опять же, мы говорили о том, что Станок ADEMS MANICUR позволяет решать эту задачу За счет того, что манипулятор просто обеспечивает Больше количества степени Амплитуду движения Да, дает амплитуду движения Поэтому, если вы хотите специализироваться именно на таком инструменте То, наверное, стоит выбрать такой станок Максим, пожалуйста, задавайте еще какие-то вопросы Александр Ванеев спрашивает Про возникшие сложности с доставкой станка Александр, очень хорошо, что Мы рады, во-первых, что все решилось Накладки бывают у всех Мы решили их достаточно быстро, я надеюсь И не доставили слишком много волнений В этом плане Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы По именно работе со станками Именно по тому, как с этими станками работать Я, Леонид, включусь в нашу замечательную полемику Вот, да, тоже читаю вот эти вопросы И здесь, понимаете, есть уже, как бы, ну, пошли вопросы уже по нюансам Да, то есть здесь уже лучше Ну, не в режиме онлайна, как бы Мы, конечно, сейчас постараемся, да, на все эти Ну, на большую часть вопросов ответить Но здесь, наверное, уже по телефону Вот, мы можем, да, то есть по, там, вайберу, ватсапу То есть какие-то моменты с вами эти все разрешить Потому что, ну, это нюансы, это уже Либо это сейчас, как идет, обучающего характера, да, моменты Либо, ну, мы просто сейчас Вот этот вот весь процесс, это время Ну, просто вы тоже поймите нас правильно Мы готовы с вами поделиться информацией, которой мы владеем Но втиснуть в полтора часа вебинара Здесь тот объем знаний, который имеется просто физически Шесть лет накопливался Да, который накопился в течение шести лет Ну, просто физически невозможно Поэтому на какие-то вопросы мы сможем ответить оперативно На какие-то вопросы мы будем отвечать в дальнейшем Это не последний наш вебинар У нас будут проводиться обучающие вебинары Именно обучающие, когда мы будем рассказывать про специфику Отдельной, какой-то отдельного направления по заточке инструмента И вы, опять же, сможете все свои вопросы, которые касаются заточки В данном вебинаре задавать Вот на прошлой нашей с вами встрече задавали вопрос Про нюансы заточки медицинского инструмента Я вот как раз хочу спросить у Владимира Владимир, возможно провести вебинар, посвященный вопросам заточки Именно медицинского инструмента То есть я бы мог приехать к вам непосредственно В вашу замечательную студию Где мы могли бы заточить какой-нибудь медицинский инструмент Я отвечу вам на этот вопрос следующий Медицинский инструмент Во-первых, уже не первый год работаем с некоторыми больницами, поликлиниками, диспансерами И по ГОСТу не весь инструмент можно затачивать То есть не весь инструмент нам, заточникам, отдает заточку То есть это, ну здесь как бы, что мы затачиваем Хирургические ножницы, стоматологические ножницы, кюреты Опять же, да То есть я бы не сказал, что его так много То есть здесь просто в силу безопасности Именно по отношению к больному или человеку, которому делается операция То есть сейчас большая часть медицинского инструмента, она одноразовна Соответственно по ГОСТу нам отдают там, допустим, вот то, что я перечислил И здесь уже можно сделать, посвятить Но, как правило, он настолько Инструмент бывает технически либо очень сложный И, допустим, мы не можем в силу возможности как бы, да Заточить, вот Либо он, ну как бы, достаточно Ну, то есть он именно как, ну скажем так, в своем моменте он просто уникальный Мне сейчас в руки дали твизоры Вот, зачем? Ну, для демонстрации того, что... А, ну это твизоры, то есть как бы сейчас это распространенная тематика инструмента Для работы с кутикулой Вот, и, кстати, он, ну эти твизоры очень похожи на Ну, на инструмент для микрохирургии, там, глаза Вот, в частности, мне как-то давным-давно делали операцию То есть, вот, на века Я тоже сталкивался с операцией А еще такой вопрос задают вот в прямой трансляции в Инстаграме Какой станок лучше всего взять для начала работы? Вот, если мы берем вот эту всю линейку Человек не знает, с чего начать Не знает, с чем стартануть Вот, что им можно такому человеку посоветовать? Такому человеку можно посоветовать Адемс Про, допустим, и Фуллдрайв Но здесь же все упирается, ну опять же, в финанс То есть, человек готов либо рискнуть Соответственно, это кредитные взаимоотношения с банками Либо он будет идти поэтапно То есть, если мы рассматриваем маникюрный инструмент Ну, допустим, мы можем взять там GMT маникюра Ну, точнее, вот этот станок И, в принципе, мы можем перекрыть маникюрный инструмент Если мы говорим только о парикмахерском инструменте Соответственно, это станок Фуллдрайв Да, и здесь мы перекрываем именно парикмахерские ножницы Но, опять же, говоря о ножевых блоках для парикмахерских машинок Это фронт плей То есть, здесь уже два станка И тогда мы профессионально, качественно, то есть, выполняем необходимые операции Ну, как показывает практика Здесь либо бюджет, либо конкретно какие-то инструменты Да, то есть, если вы приезжаете к нам на обучение Естественно, я показываю вот эти вот все моменты, все нюансы Там записывайтесь на обучение То есть, вам менеджеры объясняют Либо я объясняю, да, что какие моменты, то есть, происходят именно Ну, нюансы в заточке, ну, для заточки инструмента Ну, вообще, это вот, ну, как сейчас показывает практика про и фуллдрайв Это стартовый момент Надеюсь, мы ответили на вопрос Спрашивают, можно ли узнать телефон Владимира Можно узнать телефон Владимира Компания Адемс? Ну, в любом случае, я подозреваю, что... Зачем его узнавать? Да, Владимир, вы хотите поговорить по поводу обучения Поэтому звоните в компанию Адемс Мы свяжем вас с Владимиром Вы сможете с ним контактировать Да, справедливое замечание, что станки надо брать парами И желательно работать в связке Вместе и парикмахерский, и маникюрный инструмент Вот, опять же, в трансляции в Инстаграм задают вопрос Какой станок подходит для заточки инструментов для грумеров? Ну, просто, наверное, человек немножко... Грумеры... Смотрите, здесь, во-первых, не первый год, опять же, работаем с грумерами Это парикмахерские ножницы, там, филировочные, шанкеры, ножницы Как правило, они используют с классическим углом, да То есть грумеры не используют ножницы для скользящего реза И, соответственно, машинки парикмахерские То есть, соответственно, если провести какую-то параллель То у грумера, как правило, если он работает с кошками Это станок фронтплей Потому что у него может быть десяток, а то и двадцать ножей Для стрижки, там, для тех или иных стрижек Вот, если это грумер универсал Вот Про чугунную плиту для притирки Чугунная плита для притирки, она необходима После конусной заточки нам необходимо сделать притир И здесь, естественно, ну, как бы, опять же, вы можете задать вопросы в компанию Адемс Там, менеджерам, либо, опять же, мне Какие пасты необходимо использовать для каких целей и задач То есть мы это все, естественно, рассказываем Чугунная плита обязательно должна быть в мастерскоре То есть она может быть большой, она может быть маленькой То есть задача уже непосредственно Здесь, как бы, опять же, цена вопроса Опять же вопрос, который упал в инстаграм А обучение предполагается только с ноля Или есть какое-то повышение квалификации? То есть человек... Мы, кстати, уже давным-давно И объясняем И отвечаем на вопросы Что мы делаем повышение квалификации Потому что компания Адемс не стоит на месте Она за последние полгода поменяла Или довыпустила огромную линейку станков для заточки инструмента И, соответственно, человек, который всю жизнь работал на точилах Он достиг какого-то порога И он просто не знает, как с этим работать То есть, конечно, мы проводим И очень хотим, чтобы люди с этим к нам обращались Вот, кстати, еще один вопрос по станку FullDrive Ответ на который я тоже знаю Можно ли поставить сюда планшайбу Владимир не даст соврать Да, можно сюда поставить планшайбу Да, можно работать с планшайбой Максимальный размер планшайбы 220 мм Да, ну, здесь уже, скажем так Установка планшайбы Допустим, заточка парикмахерских ножниц Если еще человек дает нагрузку с маникюрным инструментом То это как принтер МФУ Он может сканировать только там, да, качественно картинку Но со временем у него будет очень быстро заканчиваться там чернила Да, соответственно, все, что многофункциональное Оно не всегда имеет место быть в мастерской По той простой причине, что как только у вас увеличивается поток клиентов Вы сталкиваетесь с проблемой времени Поэтому Как бы она Хорошо в начале Но там через полгода Вы, возможно, от нее просто сами откажетесь То есть, если вы периодически Вы постоянно точите ножницы Но иногда вам нужно заточить Ножи для стрекальной машинки То вы можете поставить планшайбу Иногда И иногда Затачивать эти ножи Ну, я Ответил бы на вот этот момент Иногда Лучше тогда не начинать заточку инструмента Как таковую То есть, мы идем к тому, чтобы зарабатывать деньги Да Мы не Производим Ну, как бы Ради бога Покупайте оборудование для Домашнего использования Но все-таки Наш вебинар И вообще Я занимаюсь заточкой И как бы Ну, то есть Ну, это бизнес Мы делаем это для того Чтобы человек Там Сменил свою профессию Там водителя И, например, стал Заточником Да Или там Свою профессию Там Бухгалтера И он стал заточником И он стал Именно зарабатывать деньги Ну, и в догонку по обучению Тоже вот в Инстаграме задают вопрос Проводим ли мы сопровождение человека После того, как он прошел обучение Обязательно 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 То есть мы не бросаем свои Здесь нюанс следующий Мы не можем установить критерии формирования мастерской Да, то есть человек может ее открыть через две недели Он может ее открыть через месяц Либо через три Но это уже все зависит от того Насколько он быстро адаптирован к открытию мастерской Вот Соответственно, он может приступить к работе заточки через месяц Естественно, мы его не бросим Мы ему освежим память Или он может у нас приобрести напоминающее вот это видео Про которое мы говорили То есть вспомогалку Либо посмотреть видеоролики на канале YouTube Которые мы выпускаем Которые мы подготавливаем Ну, понятно, что мы там не даем весь полный спектр ответов Но, тем не менее, мы ведем Спасибо Задали опять вопрос Можно ли открыть бизнес под нашим брендом? Да, можно Мы уже на прошлом Да, нужно Да, нужно Вот, кстати, Владимир очень справедливо замечает Что, да, нужно открывать бизнес под нашим брендом Потому что Адемс – это уже бренд узнаваемый Адемс – это бренд известный В сфере заточного оборудования И, соответственно, работая под нашим брендом Вы обеспечиваете себе имидж, узнаваемость и известность Поток клиентов Да, поток клиентов в первую очередь О подробностях вы можете у менеджеров проконсультироваться Мы расскажем, на каких условиях Как, когда и с чем связано Еще один вопрос поступил Связан он с изготовлением заточного оборудования на заказ Можно ли изготовить оборудование на заказ? Да, еще раз подтверждаем Да, можно Любой станок любого размера Под те потребности, которые у вас возникают Мы можем изготовить Связывайтесь с нами Сроки Только надо сразу понимать Сразу понимаем, что если мы изготавливаем какой-то на заказ станок Или какую-то дополнительную деталь к станку То есть нужно понимать про сроки То есть это может занять неделю, это может занять месяц Как бы мы не снимаем себе ответственности Но мы это всегда оговариваем уже непосредственно с клиентом Вот еще один такой Даже не вопрос, а скорее такая небольшая дискуссия Которая разворачивается На канале трансляции в YouTube Что с твизерами я бы не стал Я так понимаю, не стал бы их затачивать Что есть какие-то сложности с заточкой твизеров Всего размеров здесь Почему их не затачивать? Я отвечу, их надо затачивать Я даже могу сказать больше Ко мне иногда поступает инструмент упаковки Соответственно я его достаю при клиенте И они недостаточным образом заточены заводом-производителем Соответственно твизеры необходимо затачивать Вопрос какого абразива, выбор абразива То есть либо если это поврежденные носики То их нужно притупить и потом сделать уже заточку Либо это твизеры из коробки Нам нужно только лишь сделать доводку режущей кромки Тут вопрос еще заход твизера То есть заход режущей кромки под кутикулу Здесь уже есть некоторые нюансы Как это сделать именно в процессе заточки То есть мы этому обучаем И мы для этого используем как абразивы Так и полировальные круги В виде вулканитов Пожалуйста, вы можете также у нас их заказывать Также задавать вопросы, как на них работать И мы даже можем объяснить, как их необходимо профилировать Но я, кстати, думаю, что если у нас состоится вебинар После Нового года, посвященный вопросу заточки медицинского инструмента То, я думаю, мы можем рассмотреть какие-то аспекты Связанные с заточкой визоров То есть вы, опять же, можете задавать свои вопросы Непосредственно связанные с заточкой Поступил вопрос о том Производим ли мы инструмент для заточки шведского ледоруба Да, производим После Нового года он у нас появится То есть мы над этим работаем Скоро вы его увидите Я еще хочу посмотреть на какие-то вопросы Которые поступают Вопросов пока больше нет Мне это сейчас даже немножко интересно А сколько у нас уже трансляции идет? Полтора часа Мы анонсировали 90 минут Я думаю, что будем потихонечку прощаться с вами Рады были видеть Владимир, большое вам спасибо за сегодняшний вебинар Это очень приятно Разговаривать с человеком-профессионалом своего дела Со всеми остальными мы на сегодня прощаемся Встречаемся уже после Нового года Владимир, уху! Поздравляем всех с наступающим Новым годом Желаем хорошего настроения Встретимся с вами обязательно в будущем году Всем пока И открывайте свой бизнес Счастливо